Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В студии Радио Болткома программа «Без антракта». Я ее ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин. И сегодня в студии, после долгого перерыва онлайн я вела программы. Сегодня в студии Майя Павлова. Доброе утро, Майя. Доброе утро. Майя – продюсер. Не просто обычный продюсер, а креативный продюсер. Тот, кто собирает программу. Тот, кто руководит и процессом. Театр «Нагер Трудос». Мы с тобой здесь встречались два года назад, когда вы отмечали 10 лет театру и говорили о той программе, которую вы некоторые спектакли восстанавливали, некоторые играли после долгого перерыва. И вообще говорили тогда об этом юбилейном годе и планах, который оборвался с ковидом. Да, это было давно. Да, это было давно, но на самом деле не так давно, потому что, если говорить о театральной деятельности, то, конечно, театр продолжает жить и работать, вопреки тому, что он живет какими-то маленькими урывками в перерывах между локдаунами. Ну да, я думаю, что это новое, нормальное. Надо привыкать к этой жизни. Да, но я думаю, что да, нет, но как бы нет возможности и строить планы, но есть возможность, но всегда надо иметь в виду, что они могут прекратиться, так что живем. Просто надо принимать тогда. Я хочу всем сказать и поздравить уже в прямом эфире в лице Майя режиссера Андрея Ярового, который долгие годы работает именно в театре на Гертрудес, и весь коллектив театра, потому что Андрей, когда получал премию Spellman & Acts, он как раз и говорил о том, что без людей, которые работают в театре на улице Гертрудес, вот эта награда была бы невозможна, потому что это сотворчество, как я понимаю, и те спектакли, которые сделаны за последнее время, они действительно, наверное, это ваш коллективный труд, который идейный вдохновитель и творческий такой, да, мотор этого всего, это как раз Андрей. Да, да, спасибо, Женя, мы очень рады. Да, я вас поздравляю и хочу просто сказать, что, конечно, это все равно знак качества, как бы к этим театральным применям не относиться, как бы их не воспринимать всерьез или с критикой театральным, все равно всегда то, что коллеги отмечают деятельность того или иного режиссера, актера или театра, все равно для зрителей является знак качества и рекомендацией, что не нужно пропускать те спектакли, которые созданы лауреатом премии Террани. Да, и я очень рада в этот раз, я думаю, что это как бы это формулировано лица жюри, за чего, зачем и почему этот приз представляется ему. Я думаю, что это было очень как-то сверстное. Сердечно, да? Да, да, ну как бы и как бы это, да, это так, я совсем согласна, даже нет чем упрекнуть, да это так или так. Это за долгую работу в поиске нового театрального языка, да, экспериментальную работу. Да, 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 и это уже как бы 15 лет, я думаю, да, это такое хорошее и очень приятное поздравление, да. Но ведь это же тоже не просто так именно в этом сезоне случилось. Надо сказать, что ваш театр один из немногих театров, кто действительно за время пандемии нашел разные способы взаимодействия со зрителем, способов как бы оставаться с ним на связи. Расскажи, пожалуйста, про те онлайн-проекты, которые вы сделали, которые до сих пор, в общем, вы продаете. Да, мы из-за пандемии вообще-то сделали даже новую у нас в странице театра есть онлайн-программа, которая идет сама собой, ну не сама собой, но как бы является постоянной программой. И там есть и аудио спектакли, и уже мы сделали в этом году как бы записи спектакля, но не такие просто документации, но уже какие-то… Художественные решения. Художественные решения, да. Так что, думаю, это время, когда если будет локдаун, мы можем как-то это быть вместе с зрителями и предоставить какую-то возможность что-то смотреть. И, конечно, есть и вот спектакль «Столб» истории Александра Чака. Это уже… Такая почти фантастическая история, такая 30-х годов, когда очень любили такие странные вещи рассказывать. Ну да, это как бы странные вещи, и как бы сегодня… Ну и тоже можно относить к состоянию этого локдауна, когда человек остается один, и что с ним случается. Так что это… Мы делаем эту онлайн-программу, там еженедельно меняется что-то, что-то мы опять… Добавляется что-то, убирается. Да, и как-то, ну, чтобы это было живьём, не там всё… Не всё время там выложено всё, что у нас есть, но как бы мы делаем эту программу… Живой, двигающийся. Да, да, да. Но я хочу сказать, что один из спектаклей, который вы можете посмотреть там, и надо следить, конечно, когда он появляется, это спектакль Влада Наставшего, да? Да. «Чёрная сперма», которую вы сняли специально в этот период прошлой зимы, потому что актёров собрать, это звёзды нынешние, актёров собрать очень трудно теперь сыграть спектакль, ну и они уже и выросли уже тоже за эти годы. Да, 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 к сожалению, при себе мы ещё это неофициально, но при себе я думаю, что как бы эта пандемия унесла какие-то спектакли от нашей программы, которых мы не увидим больше. Ну, хотя бы… Жизнь театральная, на самом деле. Спектакли должны приходить и уходить. Да. Чтобы давать место новым спектаклям, да. Ну вот тогда поговорим как раз про новые спектакли. Помимо того, что вы создали несколько спектаклей именно в режиме онлайн, для онлайн-трансляций, такие как аудиоспектакли «Книга-знак», да, я так понимаю, вы сделали вместе с продюсерской компанией Леной Шмукстой, такие как ваш спектакль вы тоже сделали, вот «Стул» – это онлайн-проект, который очень много построен, на звуке тоже. Да, да, у нас… И мы тоже сделали, как бы, эти записи, по-латышски это называется «Фильм из Рада», это такой для… Как раньше назывался телеспектакль. Ну, примерно так. Да, это записи хореографа Яны Яцука, рутина… Рутина страха, да? Да, да. Ну, как бы бытовая рутина, бытовой страх такой, да? Ну, да, да. Как бы привычка к страху. Ну, да, да, но более поэтично. Да. И тоже спектакль Андрея Артурса и Агаты. Песни «Поколение»? Нет, «Лост Сонгс». А, «Потерянные». «Потерянные песни», и они тоже были, как бы, сделаны во время первой волны пандемии, и вот это тоже, как бы… Но мы их и играем, и живем теперь тоже, как бы, есть две параллельные версии одного спектакля. Ну, то, что мы сделали заново этого, и с кем мы начали этот сезон, это был очень специальный, очень особенный для нас спектакль, я думаю. Ну, это называется «Nothing special». И особенно это потому, что это не «Nothing special», а «Something special». Это спектакль, который… То есть не ничего особенного, а нечто особенное, да? Но я думаю, что эту фразу, как бы, название этого спектакля исходит из такого очень знатного… Известного. Известного, да, известного… Известной фразы «Nothing special», когда это было в 2008 году. Министр финансов Атус Лактерис в телевидении Bloomberg, когда спрашивали, как произошло этот кризис в Латвии здесь, и он ответил «Nothing special». И вот это является и названием спектакля, и весь спектакль основан на документальной… Но не только над документальной, как бы, там, текстом, который обработан, но… Это те речи, которые производили и президент, и… Это было заседание Сейма, когда делали… Когда уменьшали бюджет… Секвестировали, да? Да, да, да. И вот это, как бы, очень такое… Да, и странный, и интересный материал, который Андрей и Линда Лэйман компанисты положили на сцену. И это то, что является интересным, просто что этот очень документальный материал теперь играет сам собой, и это, как бы, весь этот юмор и сатира, которые являются… Происходит не от какой-то комментарии или дополнительной информации о спектакле, но из этого, что мы видим на сцене, что мы слышим на сцене… Да, и очень прекрасные у нас актеры там, потому что, как бы, мешаная такая, и там есть не только актеры, но и музыканты… Певцы. Певцы, да, из хора… Так что, да, приходите, смотрите, как… И очень… для меня очень интересно, как это можно смотреть, если не очень, как бы, не слышать… Если ты не включаешься в… Как бы сказать… Теперь я уже… Если ты не очень включаешься в смысл произносимого, а больше слушаешь его звучание, да? Да, да, да. Я бы была очень… Ну, я думаю, что вот эта вот интересная сейчас фраза, которая у нас с тобой получилась, что вообще речи… При всем моем уважении… Я сама работала в правительстве и знаю, что это такое… Речи на заседаниях практически никогда не несут никакой смысловой нагрузки. Они… Ну, хорошо, там, если из 10-минутной речи 2 минуты имеют смысл. Все остальное – это как бы протокол, который необходимо исполнять представителю власти для того, чтобы облечь свою мысль вот в этот вот формальный текст. Ну, да, но это так, и просто Андрей и Линда, они тоже эти формальные части, которые являются там голосованием за что-то, как бы сделали это, да, спектаклем. И это очень интересно смотреть, по-моему, это… Может быть, качество этого спектакля не в том, как бы в этом… Придуманной истории, да? Да, истории, но там, как мы видим, как эта власть происходит, как власть становится властью… Как часть, как она начинает людьми манипулировать, которые её представляют. Да, 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 и это самое главное для меня, как это просто из таких минимальных решений, ну, как бы это просто как очень очевидно становится, и да, да, так что мне очень нравится. Хорошо, но ведь у вас сейчас вышло ещё одно музыкальное произведение, вот буквально на прошлой неделе. Мы становимся и маленькой оперой, и я очень тоже горда за этот спектакль, потому что для нашего маленького театра это точно очень большая работа. Да, 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 да. Но эта идея, эта камерная опера называется «Контакт», это идея Эдгарса Малкена, компониста… Композитора, да. Композитора, очень известного… Ну, я просто буду комментировать немножко параллельно, да, чтобы не терять звучание слов. Композитора, очень известного композитора, который очень много работает, на самом деле, в театре современном. Да, 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 но это его первая дебютная работа в жанре оперы, и он уже тоже работал сценарием на спектакле «Ина Рослуцкая». «Ина Рослуцкая», да. Режиссер национального театра, и она, и художник, и автор либретта Сергей Тимофеев. Сергей Тимофеев – это поэт, член группы «Орбита», да, да, очень известный, он много писал и переводит, и «Пять песен по памяти» мы вот в прошлом году тоже перед самым локдауном обсуждали. Да, и художник Крис Салман, из которой получил премию «Пурвейша», и очень тоже известный из современного искусства представитель, они как бы… Это была идея Эдгарса, но как бы это очень чувствовалось, что это опера, как бы новые произведения, и она сделалась вместе, и это для нас в театре очень важно, что мы это, как бы это такое… Так мы и работаем. То, что, может быть, нас иногда отличает от других театров, мы очень работаем в таких командах, но просто это невозможно другим способом. Ну, мы как раз вот говорили недавно, чем театр отличается от других видов искусства, потому что театр – это коллективная работа. Да, да, в этом я это очень не чувствовала, мне очень понравилось работать, и там еще, конечно, и на солисте Кития Минате, и Калвис Калминдж, который является солистом тоже национальной оперы, и квартет Юно. И да, и это тоже истории в этой опере, это истории о человеческих отношениях, как бы, что делает человек, когда он становится одним, и этот искусственный интеллект, когда он становится человеком, и что происходит. И очень для меня, я смотрела этот спектакль, и тоже думала, как очень феминистическая какая-то постановка получилась у Инари, но я думаю, что это не, как бы, не очень неосознанно, что это немножко специально, так что, да, интересно для меня очень. Ну хорошо, и у вас осенью была премьера танцевальных спектаклей? Да, это тоже у нас большой проект, который мы делаем совместно с театром Дерт и Дилл Театр, в Резак Нью-Йорекс и Валмерс Драмас Театр. Это было тоже кризисным решением, ну да, это был большой проект, в котором мы совместно все наши ресурсы сложились, чтобы театр не остался без новых артистов. Это поддержка тех художников, которые закончили Академию культуры, новое поколение режиссеров, новое поколение хореографов, восемь новых спектаклей. И мы взяли это, как и наши тоже, мы очень много работаем с хореографами и танцевальными спектаклями, и да, это новое поколение, три новых хореографа, девять новых танцовщиков, но это перформеров тоже, так можно сказать. Так что да, первого декабря будет, декабря, вторичный показ этих спектаклей, и да, я тоже очень рекомендую прийти, посмотреть, потому что эти спектакли вообще без текста, там не надо. Ну да, это такой современный танец, так как воспринимает его еще новое поколение, потому что я, например, выросла немножко на другом современном танце, и для меня это тоже было очень интересно увидеть, потому что способ высказывания совсем другой, не такой, как вот там был когда-то, когда я открывала для себя современный танец с Жозефом Наджем или там с Аланом Плателем, европейскими звездами танца, да, там, или с той же Пины Бауш, которую все вспоминают в последнее время, потому что много изменений случилось, и я хочу сказать тут очень интересную вещь. Когда-то, когда не стало Пины Бауш, это немецкий хореограф, у которого был свой театр в Упертале, немецкое правительство объявило, что оно дает деньги на то, чтобы доиграть ее спектакли, и потом этой компании больше не будет. Ну вот объявили недавно, что у театра танца Пины Бауш появился новый хореограф, то есть все-таки будет жить ее театр. И открыли дигитальные архивы. Да, 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 прекрасные. Да, да. Ну да, это новое поколение. Совсем по-другому работает над сценой. Ну и что еще до конца сезона будет? Ох, до конца сезона нам еще так много. Не, не сезона, хорошо, года. Давай до конца года, потому что это один месяц всего, и не так много, собственно. Ну да, до конца года нам еще предназначено сделать одного спектакля. Это будет по мотивам Максима Горки, Дачники. Мы уже начали работать на этом спектакле уже в июле. Ну, как бы снимали. Могу открыть секрет. Часть, большая часть спектакля будет создаваться из видео, в котором будет играть очень тоже артист моего поколения. И, как бы, да, это история Дачника, который искает себе, как бы, смысл жизни и, как бы, задавая себе вопрос, что мне делать? Если мне место в этой жизни, да. Да, и какое мое место, и куда мне идти дальше. Это, как бы, чувствовалось очень, да, как-то теперь очень остро, как что, что и как. И так что будет очень прекрасный, и прекрасные артисты на видео, и на сцене будет новое поколение тоже. Молодые. Молодые будут актеры. Так что это тоже игра с поколением, как бы, мы, как мы смотрим на наших... На тех, кто был раньше, ну, чуть раньше идёт, да. Чуть раньше, и тогда ещё текст, как бы, дачников. Ну, как эта культура пере... И называться этот спектакль будет? По крайней мере, пока мы не называем дачниками. Ну, по-латышски это звучит как вассадник. Я просто хочу сказать, что, когда я увидела это название, ну, да, понятно, что переводится другим способом, по-другому, я сразу вспомнила фильм «Середина 90-х», как раз по этой пьесе Сергея Урсулика, который так и назывался «Летние люди». Да, такие временные явления. Люди, которые появляются только на лето, а куда-то исчезают во время зимней спячки, видимо. Ну, и надо сказать, что это тоже смыкается очень с нашим, хотя бы, театральным существованием. Да и вообще у нас у всех мы были летние люди в прошлом году. У нас зима была локдауном, а летом у нас была какая-то активная нормальная жизнь, когда можно было и ездить, и нормально ходить в кафе, и в рестораны работали, и кино, и театры, и всё работало исключительно в период лета. То есть вот летние люди, мне кажется, какая-то нерадующая перспектива, но она как-то отчётливо сформировалась в последнее время вот этого нашего пандемического периода. Ну да, да. Ну да, будут летние люди in the middle of the winter. Под Новый год, да? Под Рождество. Да, да, да. Ну, и я хотела спросить, какие новые режиссёры у вас появятся в какие-то проекты? Ну, хорошо, мы понимаем, что планировать можно с оглядкой на то, что это в любой момент может рухнуть. Но вот мы поговорили про новые оперы, которые вы начинаете работать, да, новые музыкальные проекты с новой музыкой, новый современный танец, с которым вы работаете активно. Вот этот вот проект экспериментальный, по документальным текстам, который вы сделали, да, и то, что вы сейчас будете делать, совмещение видео и живой игры. А если мы спросим так, обычный театр у вас можно посмотреть? Будет какой-то новый? Нет, нет, для обычного театра другие есть, другие театры у нас необычные. Но то, что мы будем делать, я думаю, в следующем году мы очень-очень хотим, как бы все эти спектакли, которые мы уже сделали, они настолько мало показаны и были… Ну, в силу обстоятельств просто, да. Ну да, 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 но мы хотим, как бы, очень на их… предлагать публике их увидеть, и очень много работать на этом, чтобы люди увидели эти спектакли, а не только всё время производить, производить, производить. И как бы первая половина сезона, следующего года мы хотим на этом, как бы, сосредоточиться больше, да. Но это не означает, что не будем делать новые, уже теперь у нас в резиденции работа Яна Яцука, хореографа, она уже думает о новом спектакле. И у нас ещё отложенный один тоже особенный спектакль, проект, с которым уже тоже работала Барбара Лехтна, эстонская режиссёрка. Она была в резиденции в прошлом году у нас, нет, в прошлом году. И она тоже зачаяла идея, которая уже была бы придумана в этом году, но мы будем это делать в следующем году тоже совместно с одним эстонским театром. Так что мы будем такие, да, интересные вещи, как бы, немножко стараемся уже тоже с партнёрами в Балтийских, в Балтийских уровне, как бы, работать и делать какие-то совместные проекты. И самый большой, как бы, проект, который не является, может быть, спектаклем, у нас будет тоже, как бы, программа для обучения, ну, не обучения, но для нетворкинга новых артистов из Балтийского театра. Для того, чтобы они могли узнать друг друга, поработать друг с другом и, может быть, придумать какие-то совместные вещи. Потому что всегда это, на самом деле, это, конечно, серьёзно расширяет аудиторию, потому что проблемы небольших стран в том, что аудитория быстро исчерпывается. Потому что в театр, как мы знаем, ходит не так много людей, поэтому наша программа «Без антракта» на радиоболтку рассказывает вам о всём самом интересном. И, как я вчера уже отметила, что меня очень порадовало то, что в этом году, вот два дня назад было, позавчера было вручение премии жюри «Спельменюнакц». Это национальная театральная премия, которая уже многие годы поддерживает самое интересное, что происходит в Латышском театре. И я с гордостью отметила, что те, кто выходили на сцену, были участниками моей программы, так или иначе, либо те, кто награждали, либо те, кто получали в этом году. И я очень этим горжусь, потому что всё-таки за эти два с половиной года, что я веду программу на радиоболтком, я действительно стараюсь рассказывать вам о том, что происходят, какие тренды в современном латышском, литовском. Посмотрим, что будет в Литовском театре, какие будут тоже награды. Уверена, что будет то же самое, что я рассказывала, потому что я стараюсь всё-таки говорить о том, что нельзя пропустить. То, что живое, то, что рождается здесь и сейчас, то, что является поисками нового языка, или представляет собой действительно какие-то необычные открытия в привычном нам театре, который у вас увидеть нельзя. Ну нет, нет, сегодня будет спектакль «Рондо» очень. Да, очень душевный, на двоих спектакль о любви. Да, да, так что оставляем и что-то для... Да, и я благодарна вам за то, что будет спектакль «Война ещё не началась в декабре», который тоже перерыв был большой, мы не играли, но это тоже такой спектакль-эксперимент на русском языке для вас. Да, 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 правда. Ну хорошо, спасибо, Майя, ещё раз поздравляю вас. Как мы говорим, вы работаете коллективом, поэтому в лице Андрея поздравляю весь ваш коллектив с премией. Заслуженный, интересный и очень рада за то, что... Да, за то, что... Да, награду нашла героя. Спасибо. Спасибо. Вы слушали программу на Радио Болтком без антракта о современном театре. В этот раз мы говорили о театре на улице Гертрудес в Риге. Всего доброго и до встречи в театре. Радио Болтком